МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что же это все-таки такое оздоровительная боевая гимнастика спираль? Потому что, я думаю, что немногим знакома. Алексей. Оздоровительная боевая гимнастика спираль – это, можно сказать, философия. Это все развивается по спирали, как было ранее сказано. И здесь у нас все движения развиваются по спирали. То бишь, это спиральное вращение палки, вращение рук. Это спиральное вращение вокруг позвоночника. Это спиральное вращение в тазу, движение в плечах, опять же, круги. То бишь, это система, замкнутая сама на себя, то бишь, сохраняющая энергии внутри себя, чего мы и добиваемся. То есть это не вид спорта как таковой, да? Это какая-то методика оздоровительная, да? Да, это оздоровительная методика, которая была разработана еще во время 70-х годов на военной базе в плане обучения разведчиков. Спецназ непосредственно для оздоровительной части вывелась она уже в 2000-е годы. После, в районе 90-х была потеряна, в начале 2000-х она была восстановлена энтузиастами. И вот Евгением Близеевым была разработана, запатентована и выведена для широких масс. Получено уже было авторское право, да? Да, конечно. Ну, вот приставка боевая, это что значит? Это как самооборона? Это мы можем использовать все, что мы нарабатываем в оздоровительной части. Мы можем использовать, тело само будет использовать в боевой обстановке, в какой-то экстремальной обстановке. То бишь, все действия будут уже из подсознания выходить. То бишь, мозг этим уже владеть не будет. Все, что наработано на спирали, все, что поставлено палками, будет работать в других ситуациях. Не только на оздоровление. Ну да, вот Евгений, я смотрю, что есть какие-то палки, да? То есть это обязательная часть этой гимнастики? Это не обязательная часть, но она помогает развивать разные другие возможности. Догрузимый утяжелитель, можно работать с ними дома, не применяя палки. Лучше, конечно, на улице или в каких-то больших открытых помещениях. Палки, я смотрю, тоже есть разные. Есть белые, есть деревянные. В чем их отличие? Деревянные палки в основном мы используем для новичков. И сами с них начинали. Они полегче, во-первых. Обычные черенки. Ну да, обычные. То есть это пропадные черенки, да? Да, можно приобрести, как говорится, пойти в любой хозяйственный магазин, купить пару черенков и отрезать себе. Столько, сколько нужно. А есть какое-то требование, да? Да, есть требование. Длина палки должна быть до средней части кости. Ну вот примерно такая. То есть человек, который к вам приходит, да? Вы подбираете поднимаете. Да, мы подбираем. У нас есть разная ростовка. И мы уже каждому человеку подбираем по его росту. А вот это что у вас, Ольга, в руках? Это уже... Можно я скажу, да? Ну давайте. Это просто-напросто палки, это трубы, да, пластиковые, но они уже с наполнителем. То бишь, если деревянная палка у нас грамм 600, то здесь уже 800 грамм. То бишь, все зависит от наполнения, да? Мы можем от 800 грамм до 2 килограмм. То есть, ну не каждому, да, сразу можно 2 килограмма взять, да? Да, естественно. Начинается с 600 грамм. Люди, которые приходят с проблемами позвоночника, либо шейный отдел, да, мы им даем вообще легенькие палки. Для того, чтобы поставить просто движение, да, то бишь, вообще никакой нагрузки не было. Чтобы человек просто начал шевелиться, просто начал себя разрабатывать. Все. Основная его задача – начать шевелиться, да. Потом уже начинаем... Человек уже сам чувствует, когда палки становятся легкими, мы переходим на более тяжелые, и потом уже через полгода уже идет утяжеление. То бишь, организм сам требует этого. Вот есть, она звучит, да, оздоровительно-боевая гимнастика. То есть это как лечебная все-таки методика некоторая, или это как профилактика? Это вот лучше, Польга. Ну, да. Были хорошие результаты. Хорошие результаты. Она была запатентована и предлагалась такая, как оздоровительная в части позвоночника. Не секрет, что у нас все органы, все внутренние органы, они каждые присоединяются к позвоночнику своими нервными окончаниями. То есть наш ствол, он должен быть всегда ровным, подвижным, чтобы не болело ничего, чтобы мы были счастливы и радостны. Симпатическая и парасимпатическая системы, они тоже связаны с позвоночным столбом. То есть там мозг проходит наш основной. Ну и внутренние органы тоже работают в связи с этим. То есть создавая волновые движения по спирали, мы не нагружая позвоночник, то есть не сдавливая его, хорошо и мерно распределяем нагрузку. Более того, что сосуды и мышцы, сосуды это тоже мышца, они тоже начинают двигаться как по спирали, то есть закручиваясь. И очень хорошие результаты, как коронарную систему поддерживает. То есть профилактика инсультов, инфарктов, это действительно... Это показания для занятий. А пост? После инсульта можно заниматься? Обязательно. Нужно заниматься, если есть адекватность. То есть противопоказаний как таковых нет. Нет. Единственные противопоказания, если ты с переломом позвоночника, и ты двигаться не можешь, либо какие-то отклонения в умственном, да, то есть нужно, возможно, повернуть эти палки. Но да, ДЦП очень хорошо. То есть какие-то небольшие умственные осталости, да, то есть они тоже хорошо идут в этом смысле. Ну вот вы сказали про перелом позвоночника, я насколько слышала, опять же, от вас, да, что как раз разработчик этой методики. И разработал ты ее, потому что хотел восстановить себя? Он не переломал позвоночник. То есть были возможности разрушения какие-то позвоночного столба, передавливания нервов, и было лежачее положение. И он смог встать, смог встать, разработал такую гимнастику. И более того, он стал обучать ее других солдат. То есть он видел войну на самом деле, и видел, как там маленькие молодые мальчики, которых ломают тут же. То есть нужно было что сделать? Нужно было вообще как бы, да, с нуля их обучить, так, чтобы он смог хотя бы вывести себя из трудной ситуации. Ну это вы про боевую уже составляющую, да, говорите? Да, да, да. Но самое важное вот здесь вот, занимаясь палками, даже при падении, ты уже падаешь мягче, легче, аккуратнее. Ты умеешь как бы группироваться, да, уже? Да, да, не в группировке, а именно мягкость падения. Дело здесь в следующем, да, палками. Мы, когда мы работаем палками, основная задача расслабить большие мышцы, то бишь здоровые каркасные мышцы, которые укрывают нас, да, которые идут нашим броней, их нужно расслабить для того, чтобы начали работать скелетные мышцы. Когда за счет этой гимнастики мышцы, то бишь сам каркас становится мягким, эластичным, то бишь идет меньшая уставаемость, хорошее восстановление после физических нагрузок, а меньшая травматизация. Сама гимнастика вообще не травмирующая, как таковая, да, с подбором, с правильным подбором нагрузки, то бишь вес палок, да, интенсивностью вращения, да, подбирается свой собственный. Человек, работая в определенных рамках биомеханики, все, мы все состоим из рычагов, да, сочленений, подвижности, работая вот в этих рамках, движется по своей собственной траектории, любое движение создают по своей собственной траектории, то бишь содержаясь в каких-то рамках, да, он сам двигается, он сам договаривается своим собственным телом. То есть я правильно понимаю, что это вот как за счет некоторых вот скручиваний, да, то, что вы делаете, как массаж происходит? Это внутренний массаж органов, внутренний самомассаж органов, да, за счет этого внутренние связки поднимаются, за счет этого приводят в лучшее состояние связки непосредственно самого позвоночника, да, передняя связка позвонков, задняя связка, непосредственно суставная, мышечно-суставная система начинает работать. У нас сустав, в отличие от машины, чем дольше работает машина, тем больше ее сочленение изнашивается. У нас же наоборот, чем больше мы работаем, сустав, чем больше у нас движется, тем больше он восстанавливается. То бишь идет смазка непосредственно. То бишь мы, крутя палки, освобождая свой организм от лишних нагрузок, 40 минут поработали, 40 минут отдохнули. Тренировка где-то 40 минут длится? В среднем, да. Это уже при наработанных, поставленных движениях. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом обязательно покажем нашим телезрителям, как это все выглядит. Друзья, оставайтесь с нами. Программа «Случай из практики». Сегодня в прямом эфире говорим о оздоровительно-боевой гимнастике. Что это такое? Оздоровительно-боевая гимнастика «Спираль». И в гостях у меня инструкторы. Это Алексей Ольга Бехтины и Евгений Перевозчиков. Ну вот Алексей у нас сейчас находится в параллельной студии. Мы хотели, чтобы он продемонстрировал нам какие-то элементы. Алексей, вы слышите нас? Да, я вас слышу. Хорошо слышу. Ну покажите нам что-нибудь. Какие упражнения вы делаете в этой гимнастике? Хорошо, я понял. Какие базовые, может быть? Я понял. Я комплекс упражнений, который состоит из 12 упражнений, примерно. Так. Вот это что? Это завитуха с подкрутом. Она для чего? Это работа кистевая и работа в тазу. Восьмерки в тазу. Здесь – это завитуха. Это работа плечей. Здесь – заспинник, так называемый. Тоже хорошая проработка плечей. Постоянная работа восьмерки в тазу обеспечивает нам вертикальное положение и устойчивость. Это у нас мельница. Хорошо разрабатывают плечи. За счет нагрузок тянут боковые мышцы спины. Спирали. Ну, это скорее для мозгов. То бишь, соединяем левое, правое полушарие. За счет того, что очень разноуровневые упражнения. Во-первых, нужно двигать руками в разные стороны. Плюс восьмерка в тазу идет. Постоянное движение. Движение идет через подсознание. То есть у вас получается, что вообще движется все тело. Вот вы делаете упражнения какие-то, да? Да. Движется все. Весь корпус. Мы к этому и стремимся, чтобы все тело участвовало в движении. Причем без лишних нагрузок. Без каких-либо утяжелений. То бишь, нагрузка приходит сама по себе. Это вот так вот происходит ваше занятие, да? Ваши тренировки. Это, да. Но у нас более статично. То бишь, мы без переходов для новичков, во всяком случае. Новичков, когда работаем, просто берем упражнение, крутим его 2-3 минуты. Потом дается отдых. Потом следующее упражнение. И таким образом работаем. Это у нас восьмерка с плеча. То бишь, у нас постоянная работа плеч. Тяжеление одной палкой, да, работать? Можно двумя? Можно и двумя палкой. Вы уже, я слышу, немножко устали как будто, нет? Все-таки физическая нагрузка-то есть определенно. Есть нагрузка, но мышцы расслаблены. То бишь, усталости мышечной как таковой нету. Нагрузка, естественно, есть. Чем тяжелее палки, тем больше нагрузка. Алексей, вот мы говорили о том, что тут есть все-таки и боевая составляющая, да? И вы, я знаю, принесли с собой шашку. Да. А покажите, пожалуйста. Так. То есть шашка это уже... Получается, что это все вот основа, да, для того, чтобы все-таки потом уметь владеть... Я бы сказал, что это производная. Для того, чтобы... Вернее, работа с шашкой, фланкировкой, это уже производная из гимнастики как таковой. Это, может, вы тоже учите на занятиях? Или это уже для... Да, приходят желающие получить только фланкировку. То бишь, не отказываем им. Можно научиться... Легко обучаясь... Можно научиться непосредственно владеть и шашкой. То есть принцип-то один получается, да? Да, сохранить. Нет? Другой? Не особо, да. Немножко другой мы втягиваем, да, но мы... В нашем случае мы пытаемся объединить фланкировку и спираль. Потому что движение в бедрах, движение в плечах мы все-таки сохраняем. И сохраняем устойчивое положение, без особых напрягов. Потому что обычная фланкировка, если взять, там она достаточно стойкая, очень жесткая. Поэтому, когда человек работает, особенно без движений... Нет, можно вот... Алексей, возвращайтесь к нам. Спасибо большое. Освоить спираль, да, легче уже освоить фланкировку. Как вы говорите? Фланкировка. Правильно называется, да? Да, да. Ну, вращением и чем... Сады. Спасибо большое. Заходите. И вы еще что-то несете, да? Это что? Это кистиня. Это как на нунчаки похоже. Это кистиня, это уже следующий этап. То бишь, при наработанном движении, за счет того, что здесь связь идет мягкая, не жесткая, как в палках, да, соответственно, они сразу показывают, насколько ты наработал движения свои. Ну вот очень много всяких гимнастик с палками, да, много гимнастик, которые на спирали завязаны. А в чем тогда уникальность вот конкретно этой методики? Во-первых, здесь идет работа сразу плечевых плечей, работа в тазу одновременная. За счет того, что они идут не синхронная работа, а раз синхрон идет, плечо отстает, немного отстает от бедра, либо наоборот, да? А эти два противовеса друг друга уравнивают, и мы сохраняем вертикальное положение в расслабленном состоянии. Ну, как спираль ДНК. Вот похоже. То есть она не идет сразу просто, как песочные часы, да? То есть она идет по спирали ДНК. Планомерно вот так вот, да? Планомерно, да. А можно сколиоз, Ольга, выправить вот таким образом? Абсолютно. Причем, почему мы ее выбрали? Ну, во-первых, мы ее выбрали, потому что было красиво. Да, вот красиво выглядело, особенно это красиво выглядело, когда вы смотрели Близеева. Вот дети. Он даже фаерщик. Да, у нас двое мальчиков, поэтому... А, фаерщики наши занимаются у вас, да? Нет, нет, у них своя наработка, они причем не двигают телом. Поэтому мы его почему взяли? Потому что результат, очень быстрый результат. Сколько? То есть убирается за месяц, ну полтора, может там два. Это первый результат, и месяц, полтора... От интенсивности убираются вот такие вот, как наросты на шее, да? То есть вот эти вот... Малитики горбики, да? Да, вот эти... Вдой и горбики, так называемые. Вдой и горбики, да. Очень легко убираются. С первого же занятия проходит спина. Люди даже... Боли, вы имеете в виду, да? Да, проходит боли в пояснице. Люди даже не замечают и приходят на второе занятие. Слушайте, я сегодня встал с кровати, у меня не болит. То есть как бы очень быстрые результаты. Мы когда сами начинали, мы начинали втроем, изучали все это вот... По видео. Четко, да, по видео. И у самих были многие проблемы. По здоровью, да? Да, по здоровью. То есть решив свои проблемы, подтянулись наши друзья. Подтянулись друзья. Они спортсмены, и уже возраст, и уже у всех все болит. А тело наше не любит заигрывание. Вот редко, но как бы интенсивно заниматься спортом нельзя. Надо планомерно, медленно, ну чуть-чуть увеличивая нагрузку с возрастом. Обязательно занятия почаще. Лучше, конечно, всего ежедневно. Ну, если учитывать, что это можно и дома делать, да? Дома обязательно зарядка, она не нагружает. Самое важное, что делается, она расслабляет. То есть после наших тренировок, девчонки говорили, что приходишь, и еще что-то хочется сделать. То есть энергии прибавилось. Мы не устали, как после фитнеса или что-то. Подъем сил, да. Подъем сил. Ясность в глазах. То есть есть работа. Евгений, я правильно понимаю, что вы вообще единственный в республике, кто этим занимается? Ну, в Сыктывкаре, по крайней мере, мы больше никого не знаем. А как вы к этому вообще пришли? Вот лично вы, допустим. Как вы узнали об этой методике, если здесь никто никогда о ней не слышал и не говорил? Мои друзья показали мне видео в Лизеево, сказали, посмотри. Посмотрел, ну, говорю, надо заниматься, надо браться. Ну, вначале чуть ли там не на улице начинали, да. Ну, нашли там помещение. Ну, у нас все совпало, да. То бишь мы решили ей заниматься, пришел, мы решили заниматься ей плотно. У нас тут же появился небольшой зал на 4-5 человек. Причем бесплатно нам его как-то так. Да, совершенно бесплатно. Это чудеса такие, да, происходили в вашей жизни? Да, да. Я сказала, Леша, я хочу этим заниматься. И на следующий день он сказал, вот есть зал вдруг, пожалуйста. А вы, Ольга, откуда узнали об этом? Получается, от вас все пошло, да? Нет, нет. Я увидела, как девушка фланкирует шашкой. Красиво в платье, двигается элегантно. Вообще изумительно, мне так это понравилось. Да, ну и рядышком были вот такие видео, да, на Близеево. То есть, Леша сказал, хорошо, сделаем. То есть, прочитали про гимнастику и увидели много плюсов. То есть, она прямо заявлена, вот бери, лечись сам. Не прибегая к каким-то обешенным лекарствам. Мне никакой амуниции страшной не надо. Два черенка от лопаты. То есть, никаких дорогих реквизитов, ничего. Абсолютно. Спортивный зал это ты сам, да? Вышел на улицу, махай палку. Да, это можно делать где угодно. То есть, сначала идет отработка, то есть, движение плечами и тазом, да? То есть, научиться крутить эту спираль, разрабатываться. То есть, для этого даже палки не обязательно. Особо не нужны, да? Да. Все-таки, пока пластичность приобретается. То есть, занимаясь там несколько дней в неделю, там 2-3 месяца, то есть, можно там, у тела есть инерция. То есть, оно еще там на месяц можно как бы не делать. То есть, у тела есть запоминающие движения, уже есть мягкость. Мышечная память. Да, мышечная память, да. И они легко повторяются, эти движения. То есть, запоминают мозг. Это то же самое, как кушать. Под сознанием. Да, под сознанием. Для организма это естественное совершенно. Да, поэтому он легко воспринимает эти движения. Да, и у нас очень хорошие результаты были на наших детях. То есть, у нас есть дети, да. Поставили все-таки эксперименты на детях. Да, это были 16-летние подростки. Быстро учатся, быстро, просто сходу хватает. Мы изучали это, да. Мы, допустим, 3 месяца, там 4 месяца ставили только. Им показали, ну, месяц уже более-менее там. То, что мы нарабатываем по 3 месяца, да, они освоили за месяц. А самое важное, у подростков, да, они стали открыты. Легче учиться. Общение. Общение. То есть, каким-то образом это все-таки связано еще с... Это не каким-то образом. Ну, вообще тут заявлено, что повышается IQ. И IQ повышается? Повышается IQ, да. То есть, мозг. Поэтому на наших детях это было вообще... Мы были в шоке. Мы там стараемся, там полгода это все изучаем. То есть, у нас все-таки возраст. И они пришли, показали. А на детях с какого возраста? Есть какие-то вот эти диапазоны? С лет 7. Это когда с ребенку уже можно что-то объяснить. Вот с этого возраста, да. Когда у некоторых кто-то с 7, кто-то с 9. Ну, хотя нашему ребенку 4 года, он уже... Да, он глядя на нас, да, берет, берет, берет. Берет и сам, да. Ну, как умеет, да. Как умеет. Ну, уже этот. Ну, все, я могу, сказал он. С 7 лет, то есть, уже можно дать возможность ребенку, да? А для него это что будет давать? Ему вот, ну, помимо, да, он сзади. Сколиоза. Да, это профилактика, во-первых, сколиоза, в первую очередь, потому что у нас ребенок сидит в школе, сидит дома за компьютером, да. Да, основное, очень редко занимается физухой, да, с каким-либо спортом. Ну, и общение. И, да, еще у нас в плане того, что профилактика не только сколиозов, да, но и профилактика остеохондрозов позвоночных, то бишь, это уже более такое... Серьезное. Да, более серьезное. Те же самые искривления позвоночников. За счет того, что мы даем одинаковую нагрузку, палки одинакового веса, работают мышцы одинаково, создаются мышечные стереотипы правильные. То бишь, мышца, которая правильная, да, ну, то бишь, которая работает правильно, а за собой начинает подтягивать мышца, которая либо дистрофийная, либо, наоборот, которая в блоке, она ее начинает сраблять. То бишь, она создает мышечный стереотип правильный. То есть массажем вот это все не выправить, да? Массаж, массаж хорошо, но вообще хорошо бы в комплексе, да. Но наша гимнастика работает без массажа. Поверьте, 40 минут покрутить палку, никакого массажа не надо. Кровь разгоняется в первые 10 минут, учитывая, что палка, да, она нелегкая, прямо скажем, да, 800 грамм, ну, это вот девушка, ну, это самое оптимальное. Да, самое оптимальное. Нет, сейчас уже вот девочки второй год крутят, кое-кто говорит, что уже не чувствует палки веса. То бишь, нужно уже ей добавлять, да, будем работать. Так как в обычном спорте. В общем-то, мы сейчас на короткую рекламу прервемся, потом, друзья, обязательно вернемся в студию, оставайтесь с нами. Программа «Случаи из практики» на телеканале Юрган. Мы выходим в прямом эфире, друзья, телефон нашей студии 469060. Сегодня мы говорим о боевой оздоровительной гимнастике «Спираль». Что это такое, чем она полезна. В гостях у меня инструкторы по данному направлению. Это Алексей и Ольга Бехтины и Евгений Перевозчиков. Ну вот, смотрите, вы находитесь в Сыктывкаре, да, нас смотрит вся республика. Понятно, что у людей сейчас появилась масса вопросов, «А могу ли я вообще попробовать это как-то сделать дома?» Ну, не будут они ездить в Сыктывкар, да, накатами. Возможно это? Да, это вполне возможно. Есть официальный сайт ОБГ «Спираль». На нем выложены, прямо на первой странице, выложены те упражнения, которые можно делать самому. Начать можно начать делать дома. То есть не обязательно сразу палку там брать, да? Палки не обязательно. Главное начать двигаться, а потом уже освоив основные движения, да, можно уже подключаться на другое. То есть ролики сделал сам Близеев, да, непосредственно основательный, да, разработчик этой, где в спокойной, доступной форме рассказано, показано все, что нужно для того, чтобы начать работать дома. Уже даже работая дома, без оттяжелений, без палок, можно начать заниматься своим здоровьем. Но все-таки мы тут уточнили, да, в процессе разговора, что некоторые противопоказания таки есть. Да. Давайте все уж озвучим их, да, чтобы у людей было понимание. Есть противопоказания, это только потому, что мы не врачи, у нас нет таких лицензий, да. То есть есть противопоказания, врожденные аномалии развития позвоночника, центральной нервной системы. Тяжелые формы нестабильности позвоночника. То есть есть врожденные, да. Острые и подострые периоды всех воспалительных, инфекционных, то есть каких-то послеоперабельных случаев, да. То есть острый период проходит, только добро пожаловать. Добро пожаловать, да. Есть еще врожденные психические нарушения. Ну, то есть такие достаточно редкие. То есть если уже, да, какие-то стадии уже более последние, то есть уже как бы сложно нам заниматься. Все же таки лучше тогда посоветовать людям сначала проконсультироваться с врачом? Да, обязательно. Если есть возможность, то лучше, конечно, с толковым специалистом, именно не с любым врачом, потому что у нас врачебная практика тоже достаточно часто ошибается. А вообще желательно все это через МРТ пропустить, потому что позвоночник – это дело тонкое, да. Им надо заниматься. Чем раньше мы начнем заниматься, тем здоровее мы будем к старости. Поверьте, если задуматься, ни одному ребенку не нужны больные родители. Ну, как и детям, ой, родителям больные дети. Да, зачем твоему ребенку больной родитель? И еще. Вообще есть такое мнение, что к 30 годам человек должен знать о себе, о внутреннем своем состоянии, все. Мы как-то тоже припозднились. Это какая-то утопия. Нет, это не утопия. Немножко. Это просто жизнь диктует эти условия. Вот, можно немножко показать. Да, может быть, вы еще покажете, вот что действительно можно было бы, к примеру, сделать дома, да? Если вот люди находятся у нас в другом городе. Шипалку. Только аккуратно у нас тут обороты. Нет, нет, нет. Здесь ничего махать не будем. А вот на камеру, чтобы телезрители пошли. Ничего, да, размахивать особо не будем. Ну, во-первых, движение в плечах, да? Что делаем? Плечи у нас движутся постоянно одним блоком. То бишь, если мы одно плечо поднимаем, другой опускается. Для того, чтобы это контролировать, палочку, опускаем на него руки. Спокойненько, да, расслабленно, расслабленно, без каких-либо напряжений. Разворачиваем и начинаем круги плечами. То бишь, мы не просто круги плечами делаем, одно поднесли к уху, да? А рукой, которая идет вниз, к плечикам, локтем, поднимаем противоположное плечо. То есть руки движутся к корам мыслам. Да. То бишь, плечи у нас единым блоком. Сорок назад, то же самое сорок вперед, поднимая из-за спины. Без напрягов, без напряжений. Самое основное – это расслабить. Расслабить мышцы, да, снять блокировки, снять тонусное напряжение, перенапряжение каковое. И восьмерка в тазу. Восьмерка в тазу – это движение восьмерки по спирали. То бишь, если взять палку, да, проекция нашего таза, прикрепить ее сюда. Разворот, разворачиваемся на оси. Хорошо плотненько стоим. Обязательно ножки подсевшие, да, чуть-чуть наклонились вперед. Для того, чтобы разгрузить поясничку, да. Снять напряжение с пояснички. Разворот идет. Удар. Удар делаем вперед, движим ее назад. Это восьмерка назад. Удар назад. Стараясь не выносить себя, да. Если мы здесь начинаем вокруг этой точки тело свое сгибать, мы начинаем создавать себе напряжение. Мы, пытаясь себя удержать, начинаем создавать себе лишнее напряжение в мышцах. В принципе, в принципе, все доступно достаточно. У нас ничего такого сложного нет. Движение очень похоже, как в танцах. Им будет проще это дело освоить. Или наоборот потом, да? Ну и наоборот. Перейти к танцам. То бишь, создается хороший мышечный стереотип движений. Евгений, ну вот у нас уже осталось буквально тут совсем, совсем немножко времени. То же самое, все эти упражнения, что увидят по видео, можно делать дома с грузами, если хочется подгрузить себя, да. Все то же самое. То бишь, это грузы килограмм весом. То бишь, это уже проверено. Один килограмм весит? Да, один груз весит килограмм. Все то же самое, но дома уже ничего не сломаешь, ничего не снесешь. То бишь, это дает нам возможность подгрузиться. У нас, к сожалению, все уже истекает время эфира. У меня еще тут столько было вопросов. Я надеюсь, что я вас еще как-нибудь в гости приглашу. Мы с вами продолжим этот разговор. Спасибо вам большое за интересный эфир. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорили об оздоровительно-боевой гимнастике. И в гостях у меня были Алексей и Ольга Бехтина, инструкторы. И Евгений Перевозчиков, тоже инструктор по оздоровительно-боевой гимнастике «Спираль». Спасибо вам большое еще раз. Ну а с вами, друзья, мы встретимся завтра, все так же в 12.30. До свидания.